Несмотря на пятницу, жизнь в парламенте бурлила. Правда, деятельность главного законодательного органа напоминала больше цирк. Сегодня в Раде Пачекун, секс-скандал и даже непристойные анекдоты. Чем занимались народные избранники в последний день перед двухнедельным перерывом, посмотрите в сюжете. Зареистованы 322 народных депутатов. На самом деле вдвое меньше. В полупустом зале массовку сегодня создавал новый гость Пачекун. Мэм, которого в зал принес народе Борислав Береза, как бы намекал. Ждет работы от депутатов, реформ и изменений к лучшему. Он, знаете, примерил на себе премьерское место, оно ему не понравилось, такое незручное. Потом пошел за трибуну, хотел выступить, но ему не дали слово. Но депутаты высловляют надеяние, что ему не будет тут места, потому что рано или поздно в сессийной зале начинается действительно работа. Спустя пару минут в премьерском кресле уже Владимир Гройсман. Он отвечал на вопросы депутатов вместо отсутствующих профильных министров. На сегодняшний день в лекарню поступило лишь 8% от 4 миллиардов гривен за 2016 год. Медикаментов нет, но министр сказал, что все деньги, выведенные за кордон, они находятся в банках и на них нараховываются процедуры. Мы подготовим вам звитку по международной закупке. И в этих международных закупках вы увидите все, что уже было закуплено, все, что было поставлено. Министр энергетики в который раз рассказывал, зачем вели чрезвычайное положение. Но нардепов больше интересовала кадровая политика в ведомстве. А именно недавнее назначение замминистра 27-летней Натальи Бойко. Молодость – это хорошо, но есть опыт у тех людей, которых вы назначаете? Я бы хотел, чтобы с этого привода назначение замминистра Натальи Бойко, замминистра по евроинтеграции, дали ответ Александр Рябчич, народный депутат. Пані Наталью, я знаю, как член комитета с позитивной стороны. Я бы большинство из этой кандидатуры говорил про проблемы сексизма, которые есть в нашем парламенте, в нашем уряде. Более эмоционально о проблеме сексизма высказался премьер. Ну, какой сексизм в украинском уряде? У нас, подивите, какой склад уряду прекрасный. Секс-скандал по УТИ, министры разошлись и зал опустел. Вопрос поставок угля и энергетической независимости, который так бурно обсуждали всю неделю, не решили. Кто-то сетовал на правительство, кто-то на отсутствие большинства. Коалиция сегодня не имеет права на иснование, ее просто не имеет. Они всегда доручаются поддержками некоторых фракций. А в коалиции кивают на щепенцев. Мол, виной всему безответственность самопомощи, которая в полном составе уехала на Донбасс, чтобы присоединиться к участникам торговой блокады. Я считаю, что самопомощь приехала туда, чтобы делать пиар. Я хотел бы, чтобы они больше работали в зале Верховной Рады Украины. Такую работу в сессионном зале решили не поддерживать оппозиционеры. В Раду приходят, но не голосуют. Мы приняли на фракции решение, кроме законов, которые имеют социальное значение, не поддерживать политических законов, которые сегодня, на жаль, доминуют в парламенте. Потому что это просто отвлекание внимания общества на имитацию работы парламента. А на самом деле люди, мы видим, что это хотят абсолютно других вещей. Они хотят мира, они хотят решения экономических вопросов, а этим парламент не занимается. А вот лидер радикала Валик Ляшко, фракция которого после подписания декларации единства уже почти в коалиции, в пустом зале перед закрытием примерял на себя роль спикера. Записал видео обращение и выложил на фейсбуке. С анекдотом о работе депутатов, без тени смущения, украсив его отборным матом. Заходи прибиральниця в туалет Верховной Ради, значит, а там унитази на***, на***, парламентский туалет. Бардак полный, в сердцах прибирают, каже, я***ю мать, нехай, б***ь. Вони своим к***ем керувати не умеют, а они державою хочут керувати. От я хочу, чтобы они научились и хе своим керувати, и державою керувати. А еще не умеют скорочивать киеви, мать, и приводить тех, кто умеет и державой керувати, и всем іншим керувати. На такой оптимистической ноте заседание закрыли и ушли снова отдыхать на две недели. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.